В Дагестане 9-летняя девочка успела вынести из горящего дома двоих детей. ЧП произошло накануне в селе Бабайюрт. Мама Миланы Исуповой отправила её к соседям забрать домашнюю утварь. Когда девочка подошла к дому, она увидела валивший из его окна дым. Загрелась одна из комнат на втором этаже. Как позже признала школьница, первым желанием было просто убежать. Но вдруг она услышала голос детей, которые звали на помощь. Девочку приставят к награде, которую вручат на фестивале МЧС России «Созвездие мужества». Врачи Дагестана научились предотвращать инсульт. Сразу же после операции больной станет лучше видеть и слышать, а также забудет про бесконечное головокружение и одышку. Хирурги удаляют у больного участок сосуда, поврежденный атеросклерозом. Благодаря этому кровоснабжение мозга полностью восстанавливается. Результат заметен уже сразу после проведения операции. Из больничной палаты его выпишут буквально через три дня. Кирпичный завод в селении Лак-Лакюрт Хасовертовского района работал на ворованном газе. Установлено, что похищено свыше пяти миллионов кубометров газа. Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками «Газпром» межрегион газ Махачкала выявили нарушение. По данному факту собран материал для возбуждения уголовного дела. В Дагестане отработали тактику танковой карусели. Танкисты вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника. Беспрерывно смесли при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту. Боевая подготовка спланирована таким образом, чтобы охватить все основные способы ведения боя танковым подразделениям. Наступление обороны в дневное и ночное время суток. В Махачкале 22 сентября впервые пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух. Правила просты. Участники в течение одной минуты читают отрывок из художественного произведения. Набравшие наибольшее количество баллов участники выходят в следующий тур. Победители становятся участниками финала, который пройдет в Москве.